знаешь что мне больше всего нравится что ты приходишь и все готово это очень-очень насколько все по-разному работают не просто вопрос том что если кто-то проебывается меня например это очень сильно бесит например есть заведение да где звонишь предупреждаешь заранее тебя знают как бы а ты такой приходишь и пацаны я звонил 40 минут назад они такие типа чё будешь курить и ты такой на ребятам либо уже пофигу ребятам либо уже пофигу на тебя либо они просто не ответственны ну типа нельзя сказать что люди сами по себе такие хотя это зависит от стандартов безусловно стандартного заведения но и в принципе от человека самого по себе поэтому надо понимать кого ты берешь на работу но здесь прям спорный вопрос по поводу того что можно взять и здесь какого креативного чувака с моря идей на работу да то есть на у которого голова постоянно в развитии но он безответственный и шаг и дарят ну в этом есть часть правды но просто что тогда хуже получается безответственный тип с 1000 идей или пиздец какой ответственный но просто робот ну а есть третье прочего который хочет развиваться типа средняя средняя в обоих направлениях в этом есть вот соответственно по приеме на работу ну ты же должен по факту принимать человек на работу должен сразу об этом ну как бы уметь распознавать что это за тип человека но а человек не может не может распознать или у него просто не такой вот и как попал вот на первых рабочие места даже не хука вообще я типа искал работу на хэдхантере и да это именно так я пришел в один московский бар это был просто бар и там были кальяны вот я пришел чуваки спросили у меня типа чё работал я такой да альки на себе ставая фольгу на заготовки делал до ответственно подошел из детская 150 квадратиков из фольги ну а потом это все мое собеседование а это собеседование да это не смена пробега спросили работал ли я сказал да игорь туда дайди заготовки делать но типа чашку забить я не спрашиваю нет мое первое рабочее место был куку place арбат я пришел игра сделай кальян то есть нет ни направление не крепость нелюбимый нелюбим вкус сделай калья ну я давай виноград нахал с белыми мишками пополам как на фольге на упрежки сделанки о завтра выходе уровень и я будущее стажером был единственным кальянщиком вообще заведение в принципе типа я мог забить что угодно ладно у меня есть тоже история про собеседование я устраивался в одно в одно заведение я не хочу никому ничего сказать но это было очень забавно с пришло человек наверно 9 но все в целом друг друга знаем город у нас маленький 9 или 10 человек нас было нам дали на выбор две чашки мумию и о пг и 8 табаков сейчас попробую даже вспомните был киви авзала говорил кола подожди кола киви авзала лимон молоко вишня вишни что-то еще короче 9 из ну вот 8 людей человек нас было короче 7 из 8 сделала колу с вишней но пг на колауди я сделал молоко киви и лимон по стеночкам на мумии на фольге и типа это нормально курилась и просто чувак который все это якобы курировал смотрел на всем этим это был старший коленщик n-ой сети скажем так по региону видимо я так понимаю по федерации да и он сказал не ну видишь у тебя конечно нестандартное мышление увидишь людям не заходит то есть учредителям которые откроют это не заходит и сейчас когда я иногда заскакиваю в это заведение передаешь привет я одет я не передаю привет я вижу как люди на барную стойку себе ставят блин мне не хочется никого из производитель так обидеть ну вот когда знаешь за барной стойкой говно в контейнерах и кальянщики такие типа бля ну мы сдато работает как бы мы шарим я думаю говно с говном мешаем людям заходит я думаю слава богу да нет вопрос понравилось что на собеседовании по факту ключевые решения принимали люди которые вообще ничего не понимают о том что как и так далее нет я на тот момент тоже был далеко не сильным мастером но брать в расчет идею это очень странно но это зависит еще от того какие цели преследует работодатель то есть кто-то преследует цели попасть в гости то есть типа есть ему два человека в день скажут что не хотят красных мишек видеть покурить красных пишет они закупят эти красных мишка вагон для меня ближе другая теория типа ты приходишь и что тебе предлагают нравится остаешься не нравится ну видимо не твоя кухня нет конечно нормальные минут какие-то на уступки лишь это вроде того старается убить двух зайцев но да те же красных мишек можно покурить в соседней кальянные сверху снизу для давай будем честны во-первых всем не угодишь нельзя угодить 100 нельзя никогда люди берут один коряна четверых как ты всем угодишь одну банану чипа факт 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 но опять же привет при приеме на работу вспомни случай с иоанном который к нам устраивался работать есть опыт для бля короче чувак просто настолько ну ты вспомни он же он гений дайте на работу и так красиво врать и чтобы еще не в твоих словах не усомнились это прям надо очень постараться но опять же он с отчасти там с актерскими навыками до которые ему в этом случае помогли нет он умеет еще подстраиваться стипа навык подстраивания очень грамотно очень хорошо помогать потому что мало кто кроме тебя наверное но сейчас наверно это тенденция модно при приеме на работу что ему творческое мышление спрашивал ты ему задалось не ошибаюсь то ли революцию красную то ли там было да я сейчас уже даже не буду красную малину берем потому что она красная алкашка алкашку бренди берем потому что матросы как бы они бухали ну прикольно нормально да чувак при этом чувак не было опыта ни единого дня кальянова да по забивкам это стало позже видно я его подтаскивал но сука он же просто вырвался своими идеями и умением просто говорить понимаешь потому что я требовал в первую очередь да поприем на работу именно творческий подход мне хотелось видеть творческую мысль человека принципе нас так и получалось да с остальными кого мы набирали на работу в свое время вопрос был творческого подхода потому что по моему мнению научить можно и забивать и контролировать жар а вот научить хорошо ну фантазировать и мыслить это человек должен учиться сам этому нельзя научить соглашусь не соглашусь я от творчества далек максимально то есть я не умею не рисовать ничего там на гитаре играю худо-бедно ладно охуенно игра на гитаре будем честны но творческие мысли меня нет вообще то есть худо-бедно как-то блок помог мне развить но вот почему взяли меня как мне кажется это раз застремление потому что у меня собеседование приходило очень просто я пришел типа давай давай чё кого он сделай мне джон гардила мне помню пряный какой-то кольян не вопрос сейчас вам штрудель сделать 50 на 50 айс apple flames на фольге овером и потом я слышу фразу а джона и я ненавижу flames я думаю о хорошая собеседование классно прошло моего там типа они курят что перегревать я росла что-то смотрю что поправляю и может быть это типа ребят зацепил что-то не будем честны зацепил именно вопрос твоего стремления к развитию отчасти в этом было твое само выражение не и не считание с другим мнением да то есть тебе же скажешь что типа блять это твоя хуйня которая меня все очень сильно бесит ты в глубине души понимаешь что ты не прав но сука ты пока не проверишь бля не успокоишься бля блять это чай подтверждаю я сейчас не согласен значит что ты пропасть и согласен это факт блять это все знают и уже все к слава богу к этим привыкли блин вот еще по собеседованием очень странная хуйнян типа меня очень сильно бесит дерьмо забей нам кальян да ёбаный в рот а зачем зачем какой смысл я один колен проконтролирую и забью нормально а когда будет поток в 25 чашек ты же не сможешь то есть по мне так самый показатель это стажировочный процесс и причем что же очень процесс по моему мнению не должен происходить типа смотри брат эта чашка это кальян это колба в том ладо воду сюда надо будет вот так стажерочный процесс не должен происходить по моему мнению стажерочный процесс как у меня был все время с опытом вождения серёга когда я получил первый день права он сказал братик на в москву мне там надо забрать кое-чего. Сел на пассажирской, открыл пивко, чтобы в случае чего он даже не смог со мной поменяться. И говорит, поехали. А я, сука, я первый день за рулем. В смысле, Москва, МКАД, куда перестраиваться? И после первого дня я такой, типа, а, так это же просто. И все, с первого дня я сел за руль и, слава богу, все окей. То есть, по мне, так процесс стажировки должен бросать тебя в бой сразу и смотреть, как на тебя влияют стрессовые ситуации. Как ты сразу общаешься с разными типами гостей и так далее, и так далее. То есть, по мне, так это самый большой показатель, а не собеседование. Мне эта тема относительно близка. Да, ты в экстренных ситуациях, ты видишь, типа, на что способен человек. Ну, это, типа, банальная мысль, но, типа, так оно и есть. Но, с другой стороны, а разве не интереснее тебе научить человека? Вроде бы, у тебя есть заведение с определенными стандартами. Если ты нанимаешь персонал, то ты, скорее всего, будешь его подгонять под эти стандарты. Если он привык делать на фольге, но он талантливый мастер, типа, справится за парой, все такое, ты будешь вынужден его переправить на коллаут. Условно, пример, почему бы тебе сразу не обозначить какие-то рамки и то, чему ты будешь его учить? Условно, ты разведел в чуваке какой-то потенциал, и дальше ты уже подгоняешь. Потому что, да, ты видишь, что в запаре он не справляется. Например, ну, не уметь тайминг, управлять просто временем своим, научить его. Или ты собираешься, скорее, отсеивать просто лишнее. По-моему, толковее гораздо научить. Я бы, скорее, при приеме на работу, благо теперь я шеф-октября, я, скорее, если придется кого-то набирать, я, скорее, возьму хорошего парня и научу его работать. Нежели? Нежели буду... Тут уже идет про, знаешь, переход уже на личностные качества. Нежели буду мириться с, например, долбоебизмом и пахуизмом гения. Да, на гения придут, да, гений крутые решения даст, но он все-таки часть команды. А часть команды – это люди? Часть команды, часть корабля. Да. Не, на самом деле, это всегда очень спорный вопрос, потому что, ну, посмотри на меня, да, я не самый ответственный сотрудник, будем честны. Но, тем не менее, я считаю, что многое из того, что сейчас работает, там, отчасти это моя заслуга, да, я принес свой какой-то вклад во все это. Вот. И хороший пример в команде на меня, да, вот мне, например, бывает, что я прихожу там на смену, да, бывает грязная смена сдана. Я такой, типа, ну, ладно, полбеды. У меня из этого горит. Но, там, я, бывает, оставлю там не совсем чистую смену. Но не прям, не изъемлю. Совсем не чистую ты хотел. Ну, давай не будем, давай не будем. Вот. Но просто проблема в том, что, там, типа, я смотрю на тебя, как ты замываешь кальяны, да, дисциплированную. Все, я теперь, ну, медленно на этот процесс перестраиваюсь. Да, не сразу. Но, типа, я, там, к замывке коленов подхожу, ответственно, я, там, все, блядь, разберу нахуй. Потому что я вижу, что так делаешь ты, это действительно эстетика, это красиво, так и должно быть, это стандарт. Это личностные качества. Так я равняюсь на тебя. А чего ты взял, что люди могут, вот, кому-то придет такая же мысль в голову. Ты же не можешь этого гарантировать? Гарантировать не могу, но если уж я не самое ответственное начинаю равняться, то и другие, скорее всего, тоже. Притом, что я не идеально у воспитания. Ну, окей, а представь, что ты не можешь набирать человека по единым критериям к себе на работу. Тебе надо взять на работу трех мастера, и всех надо отобрать по разным критериям. Так. Что это за критерии? Вот мне просто интересно, как бы ты сделал. Я тоже. Окей, давай так. Если это будет три критерия, то есть я каждого мастера должен оценить по трех критериям. Да, например, первый ты берешь гения и меряешь из его недостатка. Второго ты берешь, типа, нуба. Хорошо. Я возьму полностью новичка. Прям вообще пустого. Но какого? То есть вообще чувак осульца, типа, ну-ка, деньги нужны, давай-ка иди? Нет, я возьму... Ладно, давай так. Одного я наберу по внешним данным. Как Макса? Да, как Макса, это должен быть красавчик. Он, мне похуй, как он умеет, он должен быть... Чувак, который к стульку подходит со слов дамы. Да. Даже если там мужики сидят. Нет, у вас хоть джентльмен. Джентльмен. Вот. Ну, типа, да, я возьму какого-нибудь обаятельного красавчика. Это раз. Абсолютно пустого, не умеющего, желательно. Макс, ты умеющий. Не подумай. Мы про красоту. Короче, второго я возьму очень опытного, но с устоявшимися мнениями. Шкода? Нет. Чуть по-другому. У Шкода есть свои, там, грубо говоря, стандарты в голове, да? Я хочу, чтобы... Чтобы вы понимали, мы потихонечку знакомим... А, мы же не общаемся с камерой, блядь. Неловко получается. Ломаем третью стену. Да, четвертую. Говорим про наших коллег, у которых можно покурить. Я хочу взять на работу чувака, который в Изи вывозит 100 кальянов в одно ебало, но сидит... Роботом. И сидит и говорит, братик, у Дарксайда вышло 50 вкусов, у Сатира вышло 40 вкусов, у Танжика 40 вкусов. Но, сука, я как курил нахло от манго, ой, манго от нахло, вот я буду его еще 20 лет курить. Робот-старовед. И хуй ты мне, вот, да, типа, вот такой, типа, там, бог огня, там, и все, типа, чувак, да, вот, старовер, но с очень-очень большим опытом, который готов подстраховать, помочь и так далее, то есть, вот. И третьего я возьму, еще очень важно, чтобы второй чувак... О, давай разгоняйте, даже не три, ты можешь набрать команду, ты набираешь команду. Тогда так, смотри, я сказал, красавчика без опыта, машину робота-старовера. Часы карточка, блядь. С фифы. Да, карточка с фифы. Я возьму лидера, вот, ну, который накидывает идеи, подсказывает, помогает, направляет. Что он умеет и не умеет при приходе, вот. Чувак абсолютно безответственный. Наверное, я описываю себя сейчас. Ты не лидер. Что? Ты не лидер. Расскажи, блядь. Расскажи. Ну, не то, что совсем безответственно. Его вторичные вопросы, типа, там, замывки, там, какой-то подача, его волнует меньше всего. То есть, организационный вопрос его волнует меньше всего. Его волнует развитие команды и заведения. И я возьму работник зала плюс работник бара. Вот так. Ну, если ему потребно. Я возьму чувака, который в целом хорошо разбирается в коленах, но он тащит харизмой, тащит общение с залом, гостями. То есть, налаживает. Именно он отвечает за атмосферу, скажем так, в заведении. В целом, ее постановку. Да, то есть, чувак, который привык общаться с людьми. Везде. Вот так. На любых, с любым, с любым контингентом. Вот так, давай. И я возьму чувака, который ориентируется на свои чашки. То есть, чувак, который над каждой чашкой будет биться, как над последней. Для которого твое рабочее место, это его лаборатория. Храм-церковь просто, да, вот. Где ему похуй на бабки, похуй на гостей, он саморазвивается. Да. Он будет составлять палитру вкусов, то, что нужно для работы, для и так далее. Чувак, который, вот в целом, все, наверное, вот так. Я бы взял вот такую команду. Почему бы нет? Я себя набрал в команду, условно, шесть человек. Там был бы точно один лидер. Потому что два лидера, скорее всего, не уживутся. Но мы же тобой, хотя чудом мы с тобой уживаемся все еще. Ну да, какие бы они ни были своеобразные или наоборот похожие, где-то вот будет перекрест. Где-то будет перекрест. Да, да. И лидерство, я понимаю, не только в том плане, что это человек, который тянет за собой коллектив и показывает что-то своим примером, лидер, скорее, да сложно сказать, своеобразный. Просто своеобразный человек. Просто образный мастер. Условно, к этому вернемся позже. Я тоже возьму обязательно робота, возможно, даже двух. Двух роботов, которые просто будут ебашить. Не потому, что, типа, мне похуй, что они будут выносить в зал, типа, что они будут попадать в заказ и прочее. Это всегда опора. Это всегда такая опора, которая... Ты знаешь, что он всегда будет работать, как часы. Не потому, что тебе пофигу, что это очередной какой-то колянчик. Просто в нем уверен. Обязательно будет два ответственных чувака, которые будут условно что-то типа роботы, но это роботы, которые проебываются. Но они безумно ответственные. Они проебываются, могут чуть по таймингу проебаться, Но они четко знают, что по закупу Они четко знают, что они кладут в чашу Причем, если их разделить на Им раздать разные обязанности, будет еще идеальнее Да, они Почему не один? Потому что если ответственный человек Он следит за замывкой кальянов, условно Да, это не особо ебет гости Типа, что там, по замывке кальянов Но если один ответственный чувак за всем этим следит Скорее всего, пять других за ним не пойдут А за двумя другими, да Они пойдут, скорее всего Обязательно будет творческий чувак, и скорее всего, будет даже двое Чтобы они сдавали планку заведения И все, у тебя шесть человек Шесть? Да, два лидера Один лидер, два робота И два творческих Пять Хорошо, два творческих, они должны быть обязательно разные Чтобы у заведения было Чтобы заведение не функционировало Под одного человека Чтобы гости могли прийти в разные дни, курить абсолютно разные чаши Абсолютно разные чаши Ну и последнюю Сложно сказать Наверное, чувака, который Да, скорее всего, чувака, который просто хочет развиваться сам Чтобы он отдавал кальян в зал И он не думал, что ему понравится или не понравится Ему самому понравилось Он сам будет следить за этим кальянам Потому что он хочет для себя что-то понять Ну вот знаешь, на собеседовании, сам понимаешь, отобрать такую команду Это нужно пересмотреть столько заявок И попытаться в каждом рассмотреть Одну из четырех А чаще всего, сам знаешь, да, там, постишь объявления о поиске Ну, 10-12 человек Это те, кто проходит даже базовый отбор Да, то есть мы Я всегда собеседную делю там Ну, все зависит от того, кого я сейчас ищу, да Если я ищу просто чувака в команду Я хочу хотя бы базовый опыт Чтобы я не стоял и, типа, не рассказывал, чем Аргелиня отличается от Фумари Понимаешь? Типа совсем вот набирать пацанов с улицы, как ты говоришь, да Которые вообще не ебут, что такое кальяны, как это работает Тоже не хочется И если я ищу там чувака хотя бы с базовым опытом Это отсеиваем первый этап, там, образно говоря Ребята, которые лимонный пирог ни разу не курили, да И, типа, там, которым спрашиваешь Забей мне десертный каляна Они такие, корица с молоком-то, такое, до свидания Dark cookie, dark ice cream И с дымом еще там, вот, вдогонку Вот, и остается там 10-12 человек И среди них будет вот искать достаточно сложно Вот, хорошо, проведи вот мне идеальное собеседование Как ты бы провел, вот если бы я пришел к тебе сейчас устраиваться? Проводить я его сейчас не могу Это просто, типа, вообще выживание в другую роль Но я бы всегда смотрел за тем, как человек разговаривает Как он разговаривает с тобой Даже не, в принципе, как с твоим будущим работодателем Вот эти подлизывания, это вообще, типа, самое последнее дело А именно, как он делается с тобой С едой, помнишь? Бля, да, это вообще края Хуенно Он, кстати, нас смотрит Это было смешно Это, безусловно, как смешно Потому что я себя представляю отчасти гостем Как будто он у меня принимает заказ И общение Обратите внимание, извините Теперь бы я сижу в очень ебаной позе Как будто я у тебя беру интервью Потому что ты мне вопросов практически не задаешь Как будто интервью Я бы смотрел, как человек обязательно Именно как он разговаривает Правда ли? Нет, все, хватит Ну и Ну да, как он разговаривает А дальше уже просто вытягивайте В нем просто по своим пунктам Типа, смотреть, что он Как себя ведет Ну да, здесь очень тяжело Потому что, ну, нужна конкретная ситуация Кого нам нужно набрать из этой серии А вот смотри Как менять детали в машине Мы понимаем, что мы хотим получить от команд Когда мы с нуля открываем заведение А вот если Кто-то выпал из команды Да Ну, смотри, для этого нам нужно в первостепенную Да, нам Когда у нас составлена команда рабочая У нас должен быть психологический рабочий портрет Каждого человека из команды Соответственно, нам нужно найти замену Той части, которая у нас выпала Нам нужен человек, совпадающийся по псих портрету И по рабочему портрету По рабочему чуть проще Потому что можно доучить, переучить А вот по психологическому портрету Должно большое совпадение быть Не менее 80% Иначе будет беда Ну, по процентам ты не подсчитаешь И у нас в команде, считай Что мы с тобой понабирали условно Очень разные люди Под них подстроиться тяжело И мне кажется Если у тебя выпал, например, лидер Искать лидера тяжело Мне кажется, гораздо проще Его нельзя искать, знаешь почему? Потому что принять нового лидера Коллектив не факт, что справится Вот, поэтому надо Найти лидера из тех, кто остался на месте Возможно, он сам найдется Или заменить насильство И поэтому, если у тебя пропал какой-то там лидер Или робот у тебя пропал Тебе проще найти чувака, который просто вальется в коллектив Иначе он так же и отвалится Человеческий фактор здесь будет играть большую роль Такое часто заметно, наверное, на девочках На хостес, да, самое часто Хостес меняется в коленах Как показывает практика Очень часто Жестный коллектив, он, я типа Сложнее Да, он реально сложнее Поэтому там именно влиться в коллектив Все-таки реально сложно Поэтому, мне кажется, менять детали механизма Сложнее, чем, в принципе, строить механизм Факт, это факт Но, опять же, все зависит от того Что за команда набрана изначально Если у тебя набрано шесть роботов Туда лидера поставить вообще не вопрос Если у тебя набрано шесть лидеров Поставить туда робота А смысл С другой стороны, кто набирал шесть лидеров? Увольте его, нахуй Короче, не знаю Про приемную работу Это всегда очень Долгая и кропотливая тема Это кажется, что типа А, я сейчас найду того, кто умеет И все, да А на деле, ну, нюансов будет очень много О, я придумал Можно последний, знаешь Типа, пока вот у нас Колян уже докуривается Представь, что ты устраиваешься на работу Что тебе надо от работодателя Вот ты приходишь Типа, у тебя назначено собеседование И что ты хочешь Вот я сейчас? Или я три года назад? Слушай, ну, ладно, давай ты и сейчас Я хочу заработную плату не меньше 70 тысяч рублей За сколько смен? За 20 Ты хочешь работать за 2 с лишним тысячи рублей в день? Ну, все зависит от загрузки Но я хочу не меньше 70 тысяч, в принципе То есть это при том, что я хочу в целом отдыхать еще Да, это не 7-0 Не меньше 70 тысяч Я хочу спектр по литру вкусов работ табака Я не хочу, чтобы, когда я звоню на закуп И говорю о том, что мне нужна там Условно клюква от В зала мне нужно 3 блока И для экспериментов, и для работы А мне говорят, слушай, 3 блока Зачем ты 3 блока? Возьми вот 2 пачечки Вот такого мне не надо Что мне еще нужно? Мне нужно Что еще прям такого важного, если Я хочу, наверное, больше человеческого отношения Я не хочу с учредителем разговаривать на вы Не хочу Единственное, что, наверное, не человек, который открыл заведение И там не появляется Это какой-то там дядя Вася Который приезжает собрать кассу и уезжает Да, мне типа похуй Если он поставил людей, которые этим управляют Да, или заведение само по себе управляется То это тогда похуй А так в целом, если это там Ребята плюс-минус там В разбросе 7 лет Зачастую это относительно ровесники Это плюс 5 лет максимум зачастую Соответственно, более дружеских факторов Мне хотелось бы видеть в такой работе Это по мне так куда продуктивнее Нежели второй случай И, наверное, хочется Желание развиваться и контролировать То есть, когда заведение пускают на самотек Я такой не люблю Я хочу, когда, если человек не умеет Делать это вместе Если он умеет, чтобы меня научили Либо дали добро что-то делать самому То есть, проявлять инициативу и ее реализовывать Наверное, вот так Как у тебя мало факторов У меня факторов побольше И, возможно, покажется, что я люблю прийти на готовенькое Но мне очень важен контингент Гостей, к которым я подхожу Контингент можно поменять? Относительно Я никогда, скорее всего, не пойду Работать на Арбат В заведениях, где есть алкоголь Потому что вот мне, если честно, хватило Будем честно, тебе не хватило? В один момент хватило, а потом я даже соскучился Ты можешь поменять этот контингент? Да Ты его можешь поменять? Вот он в коллабе? Да Блядь, нет Окей, хорошо, ладно Про себя говорю Я бы выбирал этот контингент Где минимум 50% гостей знают, что такое семерка И они приходят, например, за ней Где они знают, что такое пряный вкус Они... Когда пряный, а, пан раз что ли, пан масала? Нет, вот это, типа, не то Типа, я готов, когда таких гостей 10-20% Мне, брат, это чуть проще Я рос за МКАДом, я быдло Да, ты быдло Я готов, типа, видеть гостей, которые не знают, что такое пряный кальян Которые знают два слова Дарксайд и Фумари Потому что это интересно Нет, это интересно, знакомить людей Знакомить людей с этим интересно, но А у вас Дарксайд есть? Нет А Фумари? Да А есть красные мишки? Красные с мишки есть? С белыми замешайте 50 на 50 И метки Спасибо Долго кальян ждать? Долго А, попробуй горчит Контингент обязательно Примерно, смотри, такое 50% шарящих, 10 не шарящих И 30 Ну, просто пришли покурить относительно шар Относительно не шар Которых можно знакомиться Я понял, с которыми можно поболтать Второе, это Я хочу, чтобы меня воспринимали как профессионала В том плане, что Если я Рассчитываю Если я понимаю, что Мне Нужно Три блока клюквы Что мне доверяют Пускай с меня будет спрос Если эта клюка, блядь, покроется пылью и стухнет Пускай с меня будет спрос Но пусть мне доверяют Зарплата Достойная Желательно, издельная Естественно, чтобы Сколько я заработал, столько получил Сколько я наработал, сколько получил И Наверное Да, скорее всего Дружеское отношение Но, естественно С рамками С рамками Чтобы они И к тебе нормально относились И ты понимаешь, что ты к ним можешь нормально относиться Знаешь что? Давай займем денег Откроем заведение И наберем команду У тебя есть 5 миллионов? Да А хули ты молчала? А я уже открыл Да? И как команда набралась? Ладно, не открыла ничего Пойдем открыть Ладно, погнали тогда Субтитры сделал DimaTorzok